Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучать трехангельскую весть. Сегодняшняя тема называется «Зная правду». Что меняет знание истины для человека, живущего в последнее время? Давайте прочитаем три текста из Евангелия от Иоанна. Иоанна 8, 32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 7, 17. «Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Иоанна 17, 17. «Освети их истинною Твоею, слово Твое есть истина». Я хотел бы задать такой вопрос, может быть, неприятный вопрос. Вот написано, что истина сделает свободными, что учение помогает творить волю Божью, и что истина освящает человека. Но как же так получается, что порою истина не делает свободным человека? Человек знает истину, но он не является свободным. Свободным от греха, от зависимости. Как же так получается, что человек узнает об учении Христа, узнает учение, истину, но он не желает творить волю Божью? И как так получается, что человек может знать истину, но при этом эта истина его не освящает? Это актуальные вопросы, потому что мы это наблюдаем. Мы видим людей, которые заявляют о своем знании истины. Они прекрасно цитируют, знают доктрину. Но при этом их жизнь, к сожалению, не является отражением Божьей воли. Как это происходит? Почему это происходит? Ну и главное, как нам избежать этой ловушки? Как жить так, чтобы истина по-настоящему делала нас свободными, помогала соблюдать волю Божью и освящала нас? Вот вопрос, на который я хотел бы вместе с вами порассуждать и хотел бы, чтобы вы поделились вашим мнением в комментариях. Потому что на самом деле это очень важный вопрос, чрезвычайно важный вопрос. Порой это беда, когда ты видишь в церкви эту картину, что люди, знающие доктрину во всех тонкостях и способны истолковать библейские пророчества, и способны цитировать и дух пророческий, и Библию. Но при этом характер этих людей совершенно не отражает характер Христа. Эти люди не способны любить, прощать, терпеть, снисходить к другим. Это на самом деле серьезная проблема. Поделитесь вашим мнением, но сейчас давайте мы посмотрим. На самом деле истина, о которой мы говорим, это истина Трехангельской вести. Весть первого ангела говорит о том, что мы живем во время суда. Евангелие в контексте судного дня, Йом-Кипура, это весть первого ангела. Весть второго ангела о падении Вавилона и в чем суть этого падения. Вино, которым опьяняет Вавилон все народы. Ложное учение. Здесь два ложных учения. Это учение о бессмертии души и учение о замене субботы на воскресенье. Об изменении закона Божьего. Вот то, о чем вторая ангельская весть. Это обличение отступившего христианского мира в тех отступлениях, которые произошли. И, наконец, весть третьего ангела о начертании зверя и о том, что ожидает тех, кто принимает начертание зверя. Поклоняются образу зверя, принимают число имени зверя. То есть, это конкретно уже о событиях последнего времени, когда люди будут принимать этот знак, дьявольский знак. Мы говорили об этом на прошлом уроке, что, по сути, это имя зверя, это характер этого зверя, характер сатаны, который отпечатывается в последователях этих ложных учений, ложных течений. Поэтому, это то, в чем суть истины трехангельской вести. Но вот, зная эту истину, на самом деле, насколько мы преображаемся, являемся обращенными христианами и несем миру любовь Христа, вот это, конечно, серьезный вопрос. Одно дело знать, другое дело жить, согласно тому, что ты знаешь. А в книге «Великая борьба» есть такая цитата. Два великих заблуждения, бессмертие души и святость воскресного дня отдают людей во власть сатаны. В то время, как первый из них закладывает основание для спиритизма, второй сближает протестантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму, затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрание свободы совести. «Великая борьба», страница 588. Итак, заблуждения, которые пришли через Рима католическую церковь средневековую и укоренились практически во всех церквах христианских, эти заблуждения приведут к тому, что в последнее время эти верующие, казалось бы, люди окажутся во власти сатаны через заблуждение. Вот почему понимание истины, знание истины принципиально важно. Очень важно понимать библейскую доктрину, библейскую истину о состоянии мертвых. И очень важно понимать библейскую доктрину в отношении закона Божьего. Потому что в последнее время, из-за того, что вот эта христианская ДНК изначальное было повреждено, эти последователи Христа окажутся нежизнеспособными, не смогут выстоять в испытаниях последнего времени, впадут в заблуждение и сеть дьявольскую. Поэтому очень важно, чтобы мы искали истину, какова она есть в Иисусе Христе, истину, какова она есть в Священном Писании в Слове Божьем. И очень важно свою жизнь приводить в согласие с этой истиной. Нельзя стоять на позиции, что «А, ничего страшного, это не такой уж важный вопрос». Вопрос четвертой заповеди, суббота, воскресенье или любой другой день недели, это не так уж и важно. Или какая разница, как ты понимаешь состояние мертвых. Находятся ли они где-то в преисподней, или они находятся в раю, в аду, или они находятся где-то, витают вокруг нас в виде бестелесных душ. Какая разница, как это влияет на нашу веру, на нашу практическую жизнь. А на самом деле вот таким образом влияет. Потому что идеи спиритизма получают хорошее основание в таких верованиях людей, и спиритизм, общение с духами, с душами, так называемыми, на самом деле общение с бесами, входит в церкви, которые придерживаются этих взглядов. И то же самое касается вопроса воскресного дня. Воскресный день это то, что объединяет протестантов, которые некогда вышли из католицизма, объединяет и возвращает обратно в лоно католической церкви. И вот этот союз тройственный, он сформируется в последнее время, и объединившись с политической властью, начнет преследовать святых божьих. Пусть Господь благословит нас понимать эти вещи, благословит нас знать истину, исследовать ее глубоко, но и самое главное, чтобы помимо теоретического знания истины, каждый из нас был преображен, освящен этой истиной. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты очень многое открыл в Священном Писании, и мы просим Тебя, чтобы Духом Святым Ты, Господи, укоренил в нашем сознании присутствие Иисуса Христа, и чтобы Ты запечатлел в нашем характере образ Иисуса. Просим благослови нас также быть вестниками Твоими, чтобы мы извлекали из вот этих заблуждений людей, которые сегодня пребывают в ложных понятиях, в ложных учениях. Просим Тебя благословить нас, понимать, насколько важно, принципиально важно следовать воле Божьей, истине Божьей во всем, во всех тонкостях, во всех деталях. Будь прославлен в нашей жизни, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, друзья, что Вы изучаете дальше вместе с нами Священное Писание. Божьих благословений Вам на сегодняшний день. Увидимся с Вами завтра. Божьих благословений Вам на сегодняшний день.